Сербский футбол широко известен во всей Европе. Наверняка на нашем континенте нет такой страны, где не ступали бы бутсы сербского футболиста. Так и на наших футбольных полях эти ребята ставили большой след. Адамович, Младенович, Мирич. Сербов в нашем чемпионате играло много, особенно в нашем клубе. Все мы помним голы Лазера Веселиновича за наш клуб в 2013 году. Лазер в свое время первые шаги в футболе делал именно в сербской воеводине. Туда же он вернулся после своего белорусского этапа карьеры. Но сейчас Веселинович далеко, а в нашем чемпионате по-прежнему выступают футболисты, которые не понаслышке знакомы с нашим соперником. И один из них это футболист Минска Ниман Ячович. В твоей карьере был этап, когда ты выступал за сербскую воеводину. Чем запомнился этот клуб и что нам можешь рассказать про него? Могу рассказать, что этот клуб хорошо работает с молодыми игроками. У них хорошая инфраструктура и там типа хорошие тренера младших, типа юниорских, что потом они дают сеньорские, типа сеньорскую команду. И что еще могу запомнить там? Но все хорошо и ничего там так специально не запомнил. Но вроде все хорошо. Как ты считаешь, чем может быть опасно воеводина в матче против Минского Динамо? Думаю, что команда чуть-чуть впереди, очень быстрые игроки. Я думаю, что они будут играть на конке. И это будет самое опасное, по моему мнению. И еще, не знаю, сейчас пришел хороший нападающий, подписал недавно, но не знаю, как он сейчас сразу будет играть. Но думаю, они, в общем, там впереди сильнее, но по-другому, не знаю. Скажи, твой родной город – это Новисад. Что нам можешь рассказать про него? Что нужно посмотреть, на что обратить внимание? Можно, конечно, красивый город, можно посмотреть. Сейчас летом тоже хорошо можно сходить на крепость. Это недалеко от города, но с этой крепостью хорошо ночью видно город. Там очень красиво. И тоже центр надо посмотреть возле речки, есть многие рестораны, кафешки. Но главное – идти посмотреть, и потом все будет понятно. А что можешь сказать про стадион Караджорджа? Стадион Караджорджа такой, нормальный, красивый стадион. По-моему, там 14 тысячи принимают. Но я думаю, что зрители должны быть, у них поддержка введена хорошая. В Саряговском шахтере ты работал вместе с нашим главным тренером Сергеем Боровским. Чем тебе запомнился Сергей Владимирович? Что можешь рассказать про него? Осталось только хорошее мнение о этом тренеру. Понравилось это, что у него очень-очень тактически хорош. Я думаю, что этот будет, типа, большой плюс за вот эту игру. Я думаю, считаю, что у «Динамо» будет по этому действию лучше за эту игру. По техническому смыслу. Ну, и тоже «Вайводина» хорошая команда, но я думаю, больше дают шанс «Вайводин». Больше дают шанс «Динамо». Какой прогноз на матч, как ты считаешь, как завершится первая игра в Сербии? Ну, думаю, первая игра, конечно, за «Динамо» будет тяжелая. Но я думаю, если хороший результат будет там, я думаю, будет пару голов будет. Ничья минимум. 1-1, да? Да. Положенные пассажиры, летаем в Супер-Ухаде. Температура по ветру 24 градуса выше и за ноль. Калибаска, заставайтесь на своих местах для полного спонения самолета. После того, из Харска и светловое табло зашпелить равнина, гаданбам. Будьте серьезны при открытии багажных полиций, не забывайте свою рейшу с собой и самолета. Мы дякую вам за полет с нами и спринемся на новую встречу на борту авиакомпании «Белавиа». Дякую вам. Приветствуем всех из Сербии, город Новый Сад. Прошу прощения за свой внешний вид. Дело в том, что сейчас у нас 30 градусов выше нуля и от жары приходится как-то спасаться. Это Динамо ТВ. Поехали! Раз уж мы оказались в другой стране, необходимо знать пару местных слов. А знаете ли их вы или наша делегация на матч? Сейчас проверим. Первое слово «вредность» по-сербски. По-русски предполагаю, что это будет плохой характер. Вредность, вредность, наверное, так же, как и по-русски. Рукомет. Я думаю, что это какой-то метательный инструмент военный. Рукомет, я думаю, умывальник. Это, наверное, полотенце. Кошарка. Кошарка. Кошарка, кошарка. Кошарка. Сумка, наверное. Кошарка. Ну, кошка. Третье слово даже зачитать не буду. Понос. Ну, это явно медицинское. Понос. Наверное, губа, который под носом. Тут что-то связанное либо с Нилом, либо с конем. Нильский. Нильский конь. Нильский конь-бегемот, думаю. Немочка. Ну, это красивая немка. Немочка. Немка. Ну, точно не немка. Позоришьте. Покажите. Позоришьте. Позоришьте. Ну, если от обратного, то, наверное, что-то такое очень хорошее. Куча. Ну, куча, мне кажется, на всех языках куча. Что-то такое огромное, наверное. Куча. Глупа. Пепелюга. Пепелюга. Пепелище. Может быть, пожар. Какая-то птица, наверное, какая-то птица, поющая. Нет? Что-то, мне кажется, связано с деревом. Какой-нибудь деревянный предмет. Дубина. Дубина. Здравствуйте. Дубина, знаешь, какой-нибудь глупый человек, недалекий. Дурак. Был такой футболист в Беларуси, Дубина. 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 Может, какая-то палка. Майка. 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 Майка, под издевкой слово, наверное, что-то совсем не из одежды. Какие-то ассоциации, да, я такие больше с нейротического плана. Майка. Майка. Майка и есть майка. Футболка. Отпад, обрыв. Упал. Это что-то великолепное такое. Право, закон. Право. Тоже согласен. Право. Право. Прямо. Позор. Ну, тоже позор. Тоже согласен. Позор. Может, что-то связано с кругозором, со зрением смотреть. Пуковник. Пуковник – это что-то из растительного, мне кажется. Какое-то растение, наверное. Пусть будет сумка. Ну, да, это действительно. Но там был жмур. Жмур. Жмурки. Темнота. Предпоследствия читать не буду для эфира. Прохуяло с авиохром. Пронеслось, как фанера над Парижем. Прокатиться с ветерком. Уничтожный ветер. Извините, полезность в знании языка мне минимальная. Будем работать. Город Нови Сад неофициально считается северной столицей Сербии и является вторым городом этой страны по численности населения. По предварительным подсчетам, в Новом Саде, как этот город называют сами сербы, проживают чуть менее 400 тысяч человек. Сами же сербы считают его самым красивым городом в своей стране. Самое посещаемое место Нови Сада – исторический центр города. Это одно из немногих мест, которое сохранилось после революции в 1848 году. Площадь Свободы – центральное место Нови Сада. И именно здесь, между Собором Святой Марии и городской ратушей, начинаются все туристические маршруты, которые проходят в пешеходной зоне, где отдыхают все туристы. Город Нови Сад, между прочим, город по братим с белорусским гомелем, располагается на берегу Дуная. Дунай – вторая по протяженности река в Европе и точно самая интернациональная. Дунай протекает по территории 10 государств. На нем расположились такие крупные города, как Вена, Будапешт, Братислава и, разумеется, Новый Сад. На реке очень развито судоходство, между прочим, в течение всего года и с огромным объемом перевозимых грузов и пассажиров. Дунай соединяет Северное и Черное море, а это почти 3000 километров. А еще тут есть парочка гидроэлектростанций, одна из которых крупнейшая в Европе. Еще одна достопримечательность города Новый Сад – это Петрово-Родинская крепость. Начали ее строить еще в 1692 году против нападения турков, а закончилось строительство в 1776 году. Александр, вам слово. Много попыток принималось для того, чтобы завоевать Петер Вардейн, но ни одна из них не замечалась успехом. Каждый год в стенах крепости проводится знаменитый музыкальный фестиваль «Экзит», который посещает от 150 до 200 тысяч туристов ежегодно. Только представьте, вокруг замка располагается порядка 20 музыкальных площадок и параллельно другим здесь проводится свой концерт. А акустика крепости устроена настолько хорошо, что звук с одной площадки не пересекается с другой. А роскошная панорама на Дунай со смотровой площадкой крепости открывает просто потрясающий вид на весь Новый Сад. И все же главная отличительная черта или достопримечательность – это сами сербы. Дружелюбные, счастливые люди. Сербы говорят «Где Си при встрече?» или «Где ты при встрече?». Сербы пьют очень много кофе, а почти не пьют чай. Сербы смотрят фильмы только с субтитрами, здесь нет попросту озвучки. Сербы не могут произнести звук «Ы». Скажи «рыба». Рыба. Биг. 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 А ты? Биг. Скажи «бык». Биг. Сербы ездят на старых автомобилях. И еще сербы очень любят спорт. Лепота или красота по-русски. Если город Новый Сад небольшой и красивый, то стадион большой и заслуженный. Открыт в 1924 году с современным поле, электронным табло и всеми полагающимисями атрибутами. Александр. Стадионом клуба Вайводина является «Кора Джорджи». Несмотря на то, что по своей вместительности он не входит даже в топ-5 сербы стадионов, он вмещает 14500 зрителей. Самому стадиону более 90 лет, но к столетию клуба Вайводина на нем была произведена реконструкция. И сейчас этот стадион является одним из самых современных в своей стране, несмотря на то, что внешне он выглядит не так изящно и ярко. Снаружи стадион выглядит весьма атмосферно. Многочисленные граффити, которые покрывают стены стадиона, такого вы не встретите ни на Белгородском партизане, ни на Маракане. А для самих сербов, проживающих в Нове Саде, стадион является одним из самых любимых мест. Просто потому, что футбол здесь очень любят и относятся к нему трепетно и свято. И все же, шутки в сторону. Это Лига Европы, третий квалификационный раунд. Антураж и атмосфера матча были на очень высоком уровне. Предматчевый перформанс и прекращающиеся песни из фанатского сектора Вайводины. Перформанс от самих фанатов во втором тайме. Все это было действительно очень здорово и погружало команды в атмосферу настоящего футбольного праздника. Игра против Вайводина выдалась одной из самых тяжелых в этом сезоне. Пожалуй, даже против Борисовского ПТ играть было легче. Но несмотря на все трудности, игра шла строго по тренерскому плану. Команда играла от обороны и искала своего шанса в контратаках. К слову, именно на контратаках динамовцы и могли словить соперника уже на 18-й минуте встречи, когда Жуковский после великолепной комбинации со Старухом мощно пробил издали и попал прямо под перекладину ворот. Но вратарь сделал невероятный сейф и спас свои ворота. Вайводина же четко контролировала мяч и искала пути подхода к воротам Игнатовича. Но весьма уверенно действовала наша линия обороны, которая не давала шанса сопернику. К слову, в первом тайме сейфская команда имела только одну возможность отличиться. И, к огромному сожалению для нас, смогла ей воспользоваться. Бабич вывалился один на один в нашей штрафной и точно пробил по воротам Игнатовича. Справедливости ради стоит отметить то, что судья в этом эпизоде не усмотрел то, что Бабич находился в полументровом офсайде. А спустя несколько минут Бабич отличился и во второй раз. Правда, в этом случае судья находился точно на линии и смог увидеть положение вне игры у сербского нападающего. А в конце первого тайма отличную возможность отличиться имел Юрий Габовна, к которому перелетел мяч после розыгрыша штрафного, и тот мощно пробил с метров 30. Мяч угодил прямо в перекладину. Если в первом тайме Сергей Игнатович всего лишь несколько раз вступил в игру, то во втором тайме ему пришлось действительно нетрудно. Тем не менее, Сергей уверенно действовал на ленточке ворот и сделал несколько потрясающих сейвов. Тем самым он спас нашу команду от более крупного счета. Но проигрывая по ходу матча 1-0, уверенных действий в воротах голкипера для достижения результата было мало. На помощь Игнатовичу на поле появился Евгений Будник, который и сравнял счет в этом матче. Точнейший навес Быкова с фланга и изящный удар Жени с разворота, и вот мяч в воротах, счет 1-1. И этот результат можно считать положительным перед ответным матчем в Бресте. Женя, ну как? Ты доволен своим дебютом? Конечно, конечно. С новым узорами очков забили на выезде. Я думаю, это очень хороший результат, вот такой левник. Собранная, мощная команда. Мы показали, что самолан у нас есть характер. У тебя получился очень непростой удар. Как так удалось подстроиться под мяч и пробить вратаря? Не знаю, я сейчас, я сам не понял, как получилось. Команда успела уже поздравить с дебютом таким? Да, давайте пройдем дальше, постараемся. По-моему, у него поздравить. И что может принять болельщикам, которые сегодня поддерживали вас? Спасибо большое, я был ослышан. Притом, что был почти полный стадион, молодцы. Спасибо большое. Ну вот и все, друзья. Подходит к концу третий выпуск нашей передачи. Подходит к концу наш выезд в Сербию. Он получился для нас по-настоящему непростым. Жаркие Балканы, душный Новый Сад и очень тяжелый матч на стадионе Караджорджи. Но самое главное приятное для нас, что мы забили сегодня гостевой гол. И будем надеяться, что он нам действительно сможет помочь в ответной игре. А чтобы добиться максимального для себя результата и выйти в раунд плей-офф, друзья, нам нужна ваша поддержка. Мы все прекрасно помним прошлый год, прошлогодние матчи в Бресте. Поэтому, уважаемые болельщики, мы приглашаем всех в Брест. И только вместе мы сможем победить. До встречи, друзья.